Ужасно? На экране вы сейчас наблюдаете то, что составляет примерно 90% такого ресурса, как дикси. Я предпочитаю, что мы с тобой в стране оформлены с заходом, что было место, как дикси, фоновое. Вот говорят 87%. Что говоришь? Тут нет вокаловой туда. Говорят, уже 10%. Я давно не был дикси. Так, давай настроим так, чтобы было слышно и меня, и звук. Хорошо? Давай, похоже, дело еще подстроим. Да. Ну, просто чтобы было удобнее немножечко. Так. Я буду бегать перед наломом, потому что не хочу на нем заседать, потому что я когда заседаю, выгляжу совсем уже как-то горизонтально. Вот примерно так будет выглядеть наша сегодняшняя лекция. Это технический кусочек, потом мы это все посмотрим еще раз. Ну, не все. Мне немножечко стыдно выступать с такой лекцией перед такой подготовленной публикой, потому что то, что я показываю, как удивительные японские вещи, на самом деле мы видели последние три дня на Свароне. И так, странные люди, лекция имени меня. Эпиграф. Что бы ты ни задумал, всегда найдется азиат на Ютубе, который уже сделал это лучше. Вот так выглядит азиатский Ютуб, то есть, собственно, это сайт Ника Ника, если в него не логиниться, то он выглядит как 90% всех юго-восточных, юго-восточно-азиатских сайтов. То есть это куча текста, несколько мелких картинок и непонятно, что происходит. Поехали. Япония, как страна, живущая под большим давлением, постоянно дарит нам новые удивительные вещи, которые с ужасом воспринимаются остальным миром. Впрочем, кое-что с удовольствием подхватывается. Сегодня просто обозначим некоторые явления, которые появились в последнее время, вдруг потом сумеем увидеть, как среди них прорастает что-то новое. Итак, Ника Ника, японский Ютуб, больше всего напоминает непрерывный форум-выставку всея Японии. Вообще впечатление, что они все Японии, все Японии что-то постоянно творят.